С наступлением летнего периода активизировались кровососущие и жалящие насекомые, контакт с которыми может быть вреден и даже опасен для здоровья. В их число входят комары, мухи, слепни, пчелы, осы, шершни и клещи. Они могут обитать в местах с высокой влажностью, около водоемов, в лесах, в степных зонах, рощах, кустарниках, а также городских парках и скверах. Чаще всего люди сталкиваются с комарами, ведь их основная среда обитания – городская местность. В первую очередь комары, которые в больших количествах у нас как раз бывают в летний период. Они, помимо того, что просто кусают, могут переносить различные заболевания. Так, например, это малярия, которая стала в последние годы чаще фиксироваться на территории республики Тарстан. И также появились экзотические болезни. Например, у нас стала фиксироваться в последние годы лихорадка западного Нила, который тоже переносится комарами. Также человек часто встречается со слепнями, которые обитают вблизи водоемов. Обычно они не являются переносчиками специфических заболеваний. Однако зафиксированы редкие случаи заражения человека оспой и сибирской язвой. Ядовитые насекомые, такие как пчелы, осы и шершни, также могут причинить вред здоровью человека. Их отличие в том, что они нападают только если потревожить их гнездо. Случайно бывает иногда в лесу осиное гнездо, если человек очень близко к нему подходит. Здесь опасность представляют массовые укусы. И, конечно же, самое опасное, когда у человека есть аллергия. Вот тут как раз смертельные исходы, они действительно у нас фиксировались. Самыми опасными членистоногими в летний период являются клещи. Они преимущественно обитают в лесопарковых зонах, в траве и высоких кустарниках, на пастбищах, лугах, обочинах дорог и даже в городских скверах и парках. Особенно благоприятным временем для их размножения является затянувшаяся весна или теплое дождливое лето. Чтобы избежать контакта с клещом, не стоит трогать руками низко нависшие ветки, кустарники и высокую траву. Среди них переносчиками опасных болезней являются около 5% особей. Они могут стать причиной таких тяжелых заболеваний, как клещевой энцефалит и боррелиоз. Клещи, как многие считают, прыгают на нас с деревьев. На самом деле нет. Они залезают на нас с почвы и с травы. И, соответственно, какой самый простой путь к коже? Это залезть под штанину. Поэтому, если у вас нет противоэнцефалитного костюма, вот этого, просто заправьте штанины в носки, тем самым вы себя обезопасите. Вот. Значит, рубашка лучше, она должна быть вот такая мешковая, без пуговиц. Вот. Ее тоже лучше заправить в брюки. Ну и, как я уже сказал, когда вы пришли из леса, личный осмотр. Посмотрите. Потому что клещи, он обычно вплоть до нескольких часов может по телу ползать в поисках того места, где он хочет присосаться. Бытует мнение, что защититься от насекомых можно с помощью растительных средств, таких как герань, гвоздика и базилик. На самом деле, герань действительно отталкивает комаров и мух, но не спасает от их укусов. Чтобы избежать контакта с насекомыми, стоит использовать специальные репелленты, которые для них токсичны. Вообще, конечно, сейчас появились очень хорошие аэрозоли, которые действительно неплохо отпугивают, но в первую очередь, комаров. Потому что слепни, они мухи как раз вот, они не очень такие, что называется, боятся вот этих аэрозолей. А вот комары, да, действительно. Но там проблема в чем? Это же лето, жарко. Человек обрызгался, потом он потеет и, к сожалению, с потом вот этот вот репеллент, он с кожи сходит. Поэтому нужно обрабатываться еще раз, чтобы опять же комары не кусали. Чтобы отдых на природе и вблизи водоемов не обернулся серьезными последствиями, необходимо соблюдать рекомендации по защите от опасных насекомых, проявлять бдительность и осторожность.